Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня речь пойдет о том, как избежать простуды и гриппа. У нас в гостях Владимир Александрович Мартынов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Рязанского медицинского университета. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, как сейчас ситуация обстоит с гриппом и ОРВИ? Сейчас вообще ситуация такая динамичная. 5 часов назад я говорил одно, а вот сейчас поступает информация чуть другая, откорректированная. У нас по официальным данным наблюдается превышение эпидпорога где-то на 11% по гриппу респираторным вирусным инфекциям. То есть речь идет о том, что у нас сезонная эпидемия. Но возможно будет рост, возможно будет рост, возможно мы останемся на этом же уровне, как сейчас, а превышение порога на 11% или чуть больше, или чуть меньше, но тем не менее превышение такого порога имеется. Кстати, превышение порога по гриппу и ОРВИ, или острым респираторным вирусным инфекциям, оно наблюдается во многих окружающих нас областях и других регионах. В частности, кстати, на Дальнем Востоке, в Сибири, то есть мы чем-то отличаемся, а где-то вот повышение вот этой заболеваемости, оно имеет почти синхронный характер. Это обычное сезонное, штатное, скажем так, повышение заболеваемости гриппа и ОРВИ в рамках так называемой сезонной эпидемии. Но по сравнению с прошлым годом ситуация практически такая же. Ну, она почти такая же, может быть, она даже более благоприятная. Она, может быть, отличается только по срокам развития, по той причине, что климатические факторы, ну, характер зимы, весна, вот так, которые сейчас есть, они, в общем-то, влияют на, в том числе и вот на заболеваемость инфекционную. Какие штаммы сейчас распространены и чего стоит бояться? Каких из них? Ну, вот по оценкам специалистов, по, так сказать, данным мониторинга, если иметь в виду грипп, то на территории России, Рязанской области, циркулируют варианты возбудителей, они должны быть, потому что в окружающих областях такая же ситуация, H3N2, так называемый штамм вируса или тип или подтип вируса гриппа, по-разному это можно определять, H3N2. И есть случаи, по оценкам специалистов, вируса H1N1, который, ну, ранее был поименован как свиной, свиной вариант. Есть H1N1, не относящийся к свиному, то есть это так называемый сезонный аспорадический вариант гриппа, который может вызывать грипп. Причем на разных территориях. На Дальнем Востоке, вот сейчас и в Сибири, говорят, превалирует H1N1. Кстати, за рубежом, вот были месяцы или два месяца назад данная ситуация в Соединенных Штатах, в Мексике. Тот самый свиной грипп, который себя завел в 2009 году, он есть, он перешел в ранг сезонного гриппа. А кроме гриппа есть еще и другие возбудители. То есть есть парагрипп, аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция и ряд других. РС, так называемые, или респиратурная синтетциальная вирусная инфекция и ряд других, которые вызывают похожие, сходные по клинической картине заболевания, которые протекают с катаральными явлениями. Вот так называемые сезонные простуды или простуда, назовите ее как хотите, по-разному. И кроме того еще и грипп. Но грипп, пожалуй, среди них является таким наиболее серьезным возбудителем. Хотя и те тоже, так сказать, тоже заслуживают внимания. То есть свиной грипп все равно регистрируется? Конечно, нет. Вот на территории Рязани, насколько мне известно, пока нет. Таких больных нет. Хотя мониторинг, обследование проводят с пациентами, у которых может быть свиной грипп. Но пока мы таких данных не имеем. Пока таких больных нет. Ну и вообще тяжелых больных, как ранее у нас было. Может быть, у всех в памяти эпидемии или пандемии свиного гриппа тогда были тяжелые больные. Сейчас таких пациентов у нас нет, по счастью. А по каким причинам их нет? Ну, по тем причинам, что переболели многие, кстати. Этим же гриппом болеют точно так же, как и обычным. То есть могут болеть и легко, и переносить его на ногах. То есть многие переболели и имеют уже иммунитет. То есть многие. И кроме того, вакцинация проводилась. То есть сейчас это одна из действенных мер профилактики. Одна из мер таких существенных действенных профилактики. Вот ранее, когда свиной грипп начинался, тогда, на тот период, еще и вакцины у нас не было. Ее просто не успели физически создать и поставить. Скажите, а сейчас уже поздно делать прививку против гриппа? Конечно. А как мы сейчас можем защититься? А сейчас, ну, есть разные меры защититься. Ну, во-первых, избегать контакта с больными гриппом у руи, например, если есть катаральное явление. То есть, во-первых, если возникает ситуация, тут надо каждому обратить на этот момент внимание. Если возникает явление простуды, катаральное явление, то надо обратиться к врачу, к доктору. Или, по меньшей мере, не, так сказать, не выходить в коллектив, на работу. Ну, например, ребенок, если заболевает, конечно, в детский сад его нельзя опускать в школу. Студент, если посещает занятия, надо все-таки, наверное, воздержаться. Иначе все это приобретает характер. Понятно, какой. То есть, возникает новый повторный случай, цепная реакция. То есть, надо взять больничный лист по возможности. А что делать в случае простуды? Как вот с ней бороться? Ну, во-первых, к доктору обратиться. У нас всегда у всех такое мнение единое, у профессионалов. Чтобы поставили диагноз, по крайней мере, согласились. Если вы обращаетесь к доктору, ну, на персонале мы не будем разговор переводить. Но, тем не менее, если возникает ситуация, которая связана с развитием так называемой простуды, надо все-таки получить совет от специалиста. Он может быть иногда и по телефону. Но это не лучший вариант. Но лучше все-таки обратиться к специалисту. Это, во-первых, поставить диагноз, соответственно, и назначить лечение. И врач даст вам совет, как себя вести. А не лучше вот отлежаться дня два-три, как обычно? Ну, и такой возможно. И такой вариант возможен. Потому что инфекция может протекать легко. Но она может приобретать и тяжелое течение. А у кого особенное внимание обращается вот на опыте прошлых лет, обращается на тех пациентов, которые относятся к так называемым группам риска. А группа риска – это пациенты, которые имеют какой-то отягощающий фон. Ну, например, ожирение, болезни сердца, болезни, скажем, сосудов головного мозга, болезни почек, те, которые получают лечение препаратами, например, салицилатами, аспирином. Есть такие категории больных. Или особенное внимание обращается на беременных в поздние сроки беременности. Ну, и ряд других состояний. То есть нужно особенное внимание на них обратить. И поэтому вот лучше отлежаться дома. Вот как раз вот таким, наверное, дом не надо отлежаться. Нужно обратиться за помощью. Вам дадут совет поставить диагноз, назначить лечение. Показанием для назначения противовирусных препаратов больным с гриппом, если возникает грипп, является тяжелая форма гриппа. Во-первых, по рекомендациям всем известным, международным. Либо наличие категории, то есть наличие сопутствующих заболеваний, которые позволяют отнести пациентов к группам риска. И в этом случае, даже если грипп легкий, скажем, больной себя чувствует относительно неплохо, желательно ему назначить эффективные противовирусные препараты. Вот к таким относятся препараты из группы инъебиторов нейроминидаза. О каких гигиенических мерах населению нельзя забывать? Физкультура, спорт, здоровье, сон, проветривать помещение. Если возникают в семье, в вашем окружении, скажем, в чьей-то семье возникает ситуация, связанная с репаратурной инфекцией или простудой, то есть такого пациента надо изолировать. То есть это те меры, которые простейшие, которые позволяют блокировать инфекцию. И, так сказать, она не будет дальше, вы не будете заражать никого дальше. Потом прием, ну, может быть, здесь подумать следует о приеме профилактических каких-то препаратов, которые позволят повысить уровень иммунитета и таким образом избегать развития, скажем, тяжелых форм заболеваний, если они вообще возникнут. Ну, это, конечно, сложно, но, тем не менее, есть ряд растительных препаратов. Вот тот же китайский лимонник, пожалуйста, он доступен, прием его в разных формах. Или препараты, или это ракока, или препараты на основе женьшеня, или препараты на основе хиноцея, если иметь в виду растительные средства. Спасибо, что к нам пришли сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!